Всем привет, дамы и господа! С вами Коля и Коля Т. Коля, привет! Привет! Билли Лорк. Да, Билли Лорк. Сегодня мы смотрим на стендалон дополнение для Dishonored 2. Который называется Dishonored The Outsider. Спойлер прямо в названии, хотя, может, там все не так происходит, но нам предлагают убить одного из самых клевых персонажей диалоги. Надо сказать, что Outsider вообще сильно очень поднимает это все. Сюжет Dishonored и вот как раз самое... Да, мне он всегда очень нравилось, потому что он делал все, не знаю, жутким и реальным немножко и как бы выгодно отличало. Во второй части вот письмо стало похуже, еще и сменили актеры озвучки, Outsider, стало вообще как-то... Ну... Ну, не так, короче. В первой части было интереснее. Возможно, потому что это было все в новинку, да? То есть... Ну, в общем, в Death of the Outsider нам предлагают сыграть за Билли Лорк. Это, ну, из второй части персонаж. Ну, сколько, сколько ей там лет, говорили, под 40, что ли, чернокожая женщина, которую Даут с юношества обучал всяким штучкам. Даут — это, понятно, тот ассасин, который еще в первой части убил императрицу, и потом про него был DLC, которое, не знаю, многие считают там лучше, чем вообще вся первая часть. И, честно говоря, ощущения от Death of the Outsider у меня такие же. То есть, мне она кажется лучше, чем вторая часть. И сейчас я вам буду рассказывать, почему. Хотя, опять же, не стоит забывать, что это все впечатления по первому часу игры. Я тут прошел одну миссию, вот. И сразу скажу, что вот завязка сюжета здесь не то, чтобы сложная или какая-то новая, но она хотя бы не тупая, как в Ваниле Дизонер 2. То есть, там, когда императрица Эмили и ее папа Корво сидят на троне, правят, к ним приходят гости, и внезапно оказывается, что это... Я уже забыл ее имя. Это тупая ведьма, короче. Она жива, несмотря на то, что вы с ней сделали в DLC к первой части. Вот. И она так раз-раз и захватила власть, и всем пофиг. Ну, нормальный мультик, похоже на его сюжет. Ну, как в Марио, там, каждый раз принцессу Пичу вначале похищают, так примерно это было. Вот. А здесь Билли просто находит своего учителя, который давно уже пропал, и она хочет вот, не знаю, извиниться там вроде как за то, что его когда-то предала. А учитель говорит так, мы, значит, вот у нас все эти магические способности, ну, из-за этого мудака в параллельной реальности, как она называется, я тоже уже забыл. Неважно. Мы его найдем, и мы его прикурим. Это будет наше последнее дело, там, лучшее убийство и так далее. Вот. Так что, ну, и опять же, убить аутсайдера, это же самая интересная, наверное, цель из всех Dishonored игр. Вот. Поэтому завязка, завязка. Мне нравится. Не знаю, как там дальше. И я так думаю, что все-таки доходит до его убийства, может там, знаете, в конце, как там, как врата Лич Кинг, то есть все равно должен быть аутсайдер, и аутсайдером становится, например, Билли Лурк, или там, да, ну да, вот какой-то уже старенький, там, может он умирает под конец. Не знаю. Он будет с шарами сидеть, на которую он там смотрит в изумление? Мы тут находим, ну, это не то, чтобы спойлер, в общем, все обставлено так, в духе Dishonored, короче. То есть, первая миссия, мы приплываем там в райончик не слишком, ну, не слишком благополучный и не слишком законопослушный, и там есть бани, в которых проводят незаконные показательные бои, вот, и по слухам, там, значит, банда, которая этим всем заправляет, она использует в боях темную магию, и у них есть какой-то страшный боец, которого никто не может победить. Ну, оказывается, что это Даут, вот, и он, его там, в общем, посадили на специальное кресло, и какие-то магические на него оковы нацепили, ну, чтобы он не сильно выпендривался. Вот, ну, и, конечно, там все доходит до того, что мы эти оковы снимаем, и Даут со всеми бандитами в этом здании расправляются так секунды за три. Телепорт туда, телепорт сюда, и у всех глотки перерезаны. Вот, в общем, я вам всю первую миссию, считай, рассказал, да, но... У меня она заняла где-то, ну, вот, почти час, и я должен сказать, что это одна, ну, как по мне, это, наверное, одна из лучших вот миссий в таких иммерсив-симах, как это модно говорить. Не знаю, никогда мне не нравился этот термин, но, окей, иммерсив-сим так иммерсив-сим, в общем, напоминаю... Не, ну, как еще сказать, в принципе, ну, я не знаю, открыт, а просто, ну, Open World, это как-то... Конечно, от первого лица, все нормально. Ну, просто Open World звучит обидно, но, от третьего лица, но... От первого. Просто замерся всем определенной, там, ну, не знаю, там, идеология есть все-таки. Ну, то есть, есть такая, например, Vampire and Masquerade Bloodlines, там, ну, RPG побольше, но, в принципе, делаешь то же самое, да? Ну, мне кажется, они же не в разных жанрах. Так, короче, короче, вот первая миссия в Death of the Outsider, мне кажется, она на уровне, там, первой миссии, с первой Deus Ex, например, да? То есть, ну, она сразу предлагает, там, несколько путей, интересно, их, в которой можно пробраться, там, главное здание, несколько путей внутри здания, как там проследовать. Вот, и, кстати, да, вы видите сейчас на экране, Бюль Лурк, она умеет разговаривать с крысками. Ну, как слушать крысок. Крыски там, они, не знаю, у них интересные, в общем, реплики, они вспоминают, как им было плохо во время чумы, например. Вот, как наши сестрички там умирали, рвали друг друга на куски. Сейчас они, по-моему, людей не едят, но, может, потом начнут, потому что я считал, что все-таки едят. Не знаю, я им пытался скормить вот в этой миссии, что-то не получалось. И, кстати, да, в первой миссии у Бюль Лурк нет никаких способностей, и это, наверное, даже плюс. Слушайте, наверное, вот все эти... Что считается за способность ослушания крыс? Ну, это так, это так. То есть способность, как минимум, базовая, вот, там, блинг, да, какой она была в первой Dishonored, во второй, там, во всех этих DLC. Никакой магии у Бюль Лурк нету, и мне кажется, это, ну, то есть это подталкивает к тому, что вообще всю игру пройти без магии, это, наверное, идеальный вариант для всех Dishonored на самом деле. Потому что, вот честно говоря, там, даже на максимальных уровнях сложностей за всей этой магией, ну, главный герой в любой Dishonored становится просто неубиваемой машиной смерти. Вот, и, кстати, в этом DLC насчет этого тоже есть огромный плюс, который отличает его от всех предыдущих Dishonored. Здесь нет никакой разницы итоговой, сколько вы людей убиваете на уровне. То есть все на вашей совести. Если там во всех предыдущих Dishonored вам в конце грозили... Предъявляли счет. Да, говорили, ну, вот там, всех перерезали, а кто же теперь в этом городе будет жить? Вот, поэтому будущее печально. А здесь нет, здесь... Ну, это я прочитал, я же не прошел еще, но я прочитал. Говорят, что можете убивать всех спокойно. И это, ну, освобождает. Не то, что я бы сильно там... Я там сильно беспокоился в предыдущих Dishonored по поводу того, убивать кого-нибудь или нет, но... Благодаря вот этим, вот этому условию, да? Как-то, как-то легче на душе, короче. Вот. Что еще сказать? Что у меня тут написано? Да, написано, что, ну... Это, по-моему, всем понятно, кто Dishonored играл. Ну, ты движок там ругаешь. А, ну, нет, до этого еще дойдем. Это тоже понятно. Так вот, по-моему, всем понятно, кто играл в Dishonored, что Билл Лурк там, аутсайдер, да, вот это куда более интересные персонажи, чем Корво, Эмили и вот это вот все основное в серии, да? Потому что у Корво там простая судьба, у Эмили простая, ну, не то что простая, но понятная. Вот. А у Билл Лурк, а у Дауда, и тем более аутсайдера, про аутсайдера вообще очень малоизвестны, да? И, как я понял, это DLC там сильно расширяет всех этих персонажей, и, ну, интересно, интересно. Вот. И еще, ну, мне тоже по первому уровню показалось, что это самая детализированная Dishonored, то есть, как я прочитал, длится это DLC там 6-7 часов, недолго, и я так понял, благодаря этому они смогли потратить на каждый уровень просто неимоверное количество времени. В каждом закоулке вы можете найти какую-нибудь там книжку или environmental, простите, storytelling, да? какие-то истории, в общем, в каждом углу есть, и они там переплетаются. Это было там и в первой, и второй части, но здесь прям вот, прям насыщенно очень. Вот. И да, 0451 код все еще работает, что, конечно, греет дучше. Ну да. Нужно, конечно, сказать про то, что игра работает все еще дерьмово. То есть, ничего не изменилось со второй Dishonored, то есть, там, ну, стало лучше. Примерно вот как сейчас после всех патчей работает там Dishonored 2, так работает и Dishonored The Outsider. Это, конечно, ну вот, как это сказать? Мораль, мораль, в общем, падает. Но, вот, вот, есть моменты, когда ты смотришь там на какую-то большую площадь, там ходят несколько охранников, что посмотришь, запоминаешь их, пути патрулирования и так далее. Ну вот, и ты потом смотришь на это все, и там нормально. 60 FPS, все хорошо. А потом залезаешь в какое-нибудь здание, в какой-нибудь сортир, там, чтобы, не знаю, крыс послушать, и там глухой темный уголок, и там почему-то все падает до 40 FPS. Ну и такой, думаешь, что произошло? Что вообще в этой игре происходит? Неясно. Вот. Может, там, с оптимизацией уровней что-то не так. Ну, просто вот этот двойт-энджин, который они придумали, что они там смешали. он с самопальной, да. Ну, это, короче, и так 5, на котором была сделана в Ульфинштейн и в Ульфинштейн, и в Ульфинштейн, который Долг Блад, и который, как там гораздо больше мир, а это не дно в общем, то из-за этого это определенное, но не то, что ограничение. Но они сильно еще модифицировали, понимаешь? и, не знаю, Bethesda им там, там, так сказала сделать лишь что, но как бы в первой части был Unreal Engine и все на нем работало прекрасно и почему бы не использовать его опять, ну, не знаю, то есть у них там, они там настолько жадные, что не могли Эпику заплатить, не понимаю. Ну, что из принципа не хотят поддерживать кого-то другого, то есть там, ну, ну, да, тоже, у них там вот и лончер Bethesda теперь свой есть, чтобы сейчас лончера стима, ну, да, да, в общем, вот, будет Engine до сих пор не исправили, до сих пор он работает отвратительно, я так понимаю, что и на консолях, и там просадки ниже 30 фпс, и на пека, вот это вот все непонятно, просто как-то до сих пор ничего насчет этого не сделано, конечно, грустняло, грустняло просто, что вот такая привлекательная игра. кто что-то будет делать? Ну, может, Dishonored 3, они тоже перейдут на Etec 6, наконец-то, Etec 6, как известно. Я умом понимаю, что нельзя, если все на Unreal перейдут, то, в общем, в этом случае это не монополия, это плохо, но... Не только все от движка зависит, то есть, все зависит еще от того, как дизайнеры работают, как каждый уровень оптимизируют, там, я уже не помню, как точно это все работает, но в разных движках по-разному, и просто как там всякие вот эти порталы расставлены, как просчитывается все, ну, в общем, много очень всяких разных факторов, может они там к третьей части, если она будет, наверняка будет, вот, может к третьей части. Так она же разница плохо продалась, нет? Ну, я так понимаю, что у Arkane все-таки нет проблем, вот там и Dishonored плохо продается, и Prey плохо продалась, еще хуже, но у Bethesda все-таки много денег, и они вот там всякими ремастерами, платными модами будут зарабатывать на новый Dishonored, как-то так. Ну, такое ощущение, что все-таки вот у Arkane все будет хорошо, потому что, ну, как кажется, да, хотя вот там этот Рафаэль Колонтонио ушел, но есть же Харль Смит остается, Харль Смит, да, и другие там тоже есть, так что, вот, вот, почему я могу свою стараться сказать, что мне вот, я еще, я и первый там не доиграл, он и грустно, потому что вот эти вот иммерсив симы, Коле не нравится термин, ну, то есть, то хорошо, RPG от первого лица, они все очень, они дико требовательны ко времени, и, конечно, там. Ну, вот в этой плюс, чуваки, как бы, если у вас немного времени, то этот Sider займет 6-7 часов, и это нормально. Если бы, там, вторая Dishonored занимала 6-7 часов, я бы тоже не жаловался, я вообще, за то, что все игры занимают 6-7 часов. На пенсии, наверное, можно поиграть, кроме того, в том, что тогдашнее там железо, оно, в общем, проблемы с совместимость, там, естественно, сразу встают, то есть, стимуляция, и всему зерва, Редуново работать не будут, и игр работать тоже не будут. Я, кстати, не уверен, есть Денуэ или нет, наверное, есть, Bethesda любит эту тему. Все любят, так что. Ну, вы это, не знаю, рассказывать про Денуэ или нет, в общем, не все так плохо, не волнуйтесь за Денуэ. Денуэ это не самое худшее. То есть, когда-то был там Securum и Starforce. Да, который там, где попадал, когда диск в этот привод, где там он начинал, привод начинал выйти, раскручивать, а когда он там разлетался. Которые там, они практически руткиты в своих драйверах ставили систему. Денуэ гораздо проще работает. Вот, ладно. Короче, нужно подводить итоги, потому что, в принципе, чем дальше вы будете смотреть, тем больше спойлеров. Но, в принципе, я вам про первую миссию все рассказал уже и так. это только завязка на самом деле. Ничего страшного. Крысы что-то не едят. Охранник. Ну и ладно. Собственно, я там сейчас поднимусь на главную площадь с этим зданием. Там уже начнется самое интересное. Пока что здесь было довольно линейно. там, конечно, ну, интересные вот эти сделанные бани. Не знаю, можно, можно было или там не убивать главного злодея, ну, главную женщину, которая всеми эти банями заправляет. Но, я убил. Нечего, нечего. Черную магию использовать и давлю держать в кандалах. Вот. Подводя итоги, нужно сказать, что мне нравится больше, чем вторая часть. Вот и все. А то, что она короткая, такая, это еще больше плюс. Стоит она, естественно, меньше. В России 860 рублей вообще в стиме. Тоже вполне себе. Практически балуют вообще. Собачки тут, не знаю, во второй части они были или нет. Клевые. Мимо них нужно краться на цыпочках. И, по-моему, я потом еще нашел этот костяной амулетик, который позволяет просто бегать мимо них и ничего не бояться. Костяные амулетики, кстати, да. И тут прям на первом уровне их тьма. Я так понимаю, опять рандомная, что, конечно, может попасться в общем какая-нибудь фигня, но каждое прохождение делает более интереснее. Я собаку на картинке вообще за утконосы принял на пустос на пустосах. Потому что это хищный утконос, что ли, Могли бы, могли бы, в принципе, знаешь, ну вот вместо собак, да, что-нибудь придумать, потому что мир дизонор, то не самый там стандартный. Могли бы вместо боевых собак использовать завезенных откуда-то из какой-то странной страны, там, странного острова боевых утконосов. Почему бы и нет, да? Ну это, опять же, на третью часть подсказка. Вот, в общем, спасибо за внимание. Мне кажется, что эта игра достойна ваших денег и все такое. Ну, по первому часу. Надеюсь, что у меня найдется время пройти ее до конца, но со всякими там. XCOM я уже удалил, но потом Divinity Original Sin 2, это, конечно, ох. Так что, не знаю, не знаю, посмотрим. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк, подписывайтесь на наш канал. У нас выходят еженедельные подкасты, выходят видео про новые игры и выходят всякие нерегулярные там шоу про, не знаю, Hearthstone, Overwatch и другие ренты, мини-ренты по поводу всяких сраных микротранзакций. Ну, это так. И что там еще? У нас есть Patreon, да, на который вы можете зайти. Всем нам удачи, там, пусть мне это. Надеюсь, что там, да, это просто начитался про Трампа и Ина, что они там грозят друг друг ядерным оружием. А, да, но может быть у вас не слишком много времени, чтобы успеть пройти эту игру. Так что time is money. Вот. Всем пока. Заходите в наш Patreon, дайте нам денег, чтобы мы были еще более независимыми. Спасибо вам. Зачем деньги, да, а тем, кто уже дает, огромное отдельное спасибо. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok